Приветствую вас, дорогие братья и сестры! На библейском портале Экзегеты мы вспоминаем святителя Григория Двоеслова. Прямо скажу, что эта личность такая уникальная. Он римский папа, очень непривычно слышать, что в лике святых у нас римские папы, но он вполне православный, потому что это первое тысячелетие. Это шестой век по Рождестве Христовым, когда еще не появилось католичество с его всевозможными заблуждениями. И римские предстоятели, они придерживались православной веры, были исповедниками веры Христовой. И вот святитель Григорий Двоеслов, еще он называется, если славянские богослужебные книги посмотреть, Григорий Беседовник. Беседовник, потому что его произведение, он писал сочинения духовные, собеседование о жизни италийских отцов. Она выстроена, вот эта книга, в виде диалога, диалога, как бы в виде беседы. Отсюда он Григорий Беседовник, а поскольку по-гречески, ну, диалог, да, то там получилось так, что немножко, когда переводили на русский язык, то более правильный беседовник, а перевели как двоеслов, тогда как двоеслов было бы не Григориус диалогус, да, а так было бы диалогус. Там просто как-то вот, ну, так получилось, и уже у нас устоялось, но тем не менее мы его чтим. И святой Григорий двоеслов, он происходил из знаменитого римского рода Анициев. Это был очень такой вот высокий, род, где очень многие достигали сенаторского положения, то есть люди далеко не последние, причем некоторые из них, ну, как некоторые, двое из них, двое из этого рода, там, конечно, разветвления так вот шли, не только прямая линия, но и разветвления этого рода, и двое даже достигли императорского трона. Представляете, да, что даже в его роду были, в его фамилии вообще, фамилия Анициев, были двое императоры, но, правда, они оказались не очень значительными правителями Рима и правили не очень долго, но все ж таки, да. Кроме того, вот такой интересный еще факт, что у него по прямой линии были даже римские папы, то есть вот папа Феликс, это конец пятого века, Феликс Третий или по другим подсчетам Феликс Второй, это вот прямой его предок. Ну, тут скажут, как это так, что там от римского папа кто-то рождается, а дело в том, что в пятом веке еще встречалось на Западе, в западнохристианском мире не только женатые духовенства, это сейчас у католиков вообще и священники не могут иметь семью, а уж тем более епископы, а в то время даже были епископы, которые вот состояли в браке, то есть они не принимали монашество. И тут следовали, конечно, словам апостола Павла, который писал, что, значит, епископ должен быть во всем непорочен муж одной жены, то есть, ну, в одном браке состоять. И поэтому в первые века встречалась такая вот практика церковная, что вы епископы избирали из женатого духовенства, из белого духовенства, и вот таким даже был епископ Феликс, римский папа, который вот по прямой линии, ну, считается так, что он, значит, дедушка был Агапита, который тоже стал римским папой, а вот этот Агапит был дедушкой святителя Григория Двоеслова. То есть, представляете, у него в роду, значит, два императора, ну, там не по прямой, ну, все равно как родственники, да, а по прямой линии даже вот два папы римских, то есть, человек, который появился не на пустом месте святитель Григорий Двоеслов. И еще, может быть, в качестве небольшой такой исторической справки скажу, что вот на Западе такое вот полное безбрачие, оно сложилось не сразу. То есть, вот с пятого века, там, шестой век, вот потихоньку начали, так сказать, избирать в основном воепископства безбрачных. И, кстати, святитель Григорий Двоеслов, он был первый папа римский из монахов, вот который принял монашеский постриг, жил в монастыре, и вот он избирается папой римским. А потом постепенно, значит, в других местах тоже вот проводилась такая практика, и уже там были разные соборы в разное время, а в 12 веке Второй Латеранский собор, это уже, конечно, католики, да, после 1054 года, и там они так закрепили такое положение, что поскольку клирики должны быть всецело вот храмом Духа Святаго, да, всецело посвященными служению Господа, то недостойно, чтобы они предавались браку и нечистотам. То есть, вот так немножко уничижительно сказано о браке, да, и потом вот это вот закреплялось, и вот так вот сложилась у них, у католиков, подобная традиция. Тогда как на православном Востоке Трульский собор, это 692 год, Трульский собор разрешил, чтобы дьяконы и священники состояли в браке, а вот епископы должны быть однозначно безбрачными. И если даже вот из белого духовенства кого-то избирали в епископы, то он должен был, ну, скажем так вот, оставить все свои семейные дела, по обоюдному согласию супругой, да, вот принять монашеский постриг и уже всецело посвятить себя святительскому служению, служению епископа. Святитель Григорий Двоеслов родился в 540 году в самом городе Риме, и отец его был гордиан, так его звали, и занимал одну из высоких должностей, ну, при церкви. Уже вот около 100 лет вот этот род Анициев, он уже был близок к церкви, многие принимали служение в церкви, да, а вот мать его, Сильвия, очень благочестивая женщина. И святой Григорий, он от отца унаследовал такой, такой интеллект, организаторские способности, а от мамы искреннее благочестие. И вот мама действительно, она, ну, была фактически святой жизнью, она, правда, у католиков прославлена в лике святых, а мы просто чтим ее как благочестивую женщину, и она даже в доме своем устроила особую часовню, чтобы вот и дома в таком вот месте особом возносить молитвы ко Господу. И впоследствии, впоследствии это место посетили палестинские монахи и устроили там, номиновали эту часовню в честь преподобного Савва Священного, святого отца Восточной Церкви, имя которого и в Риме тоже почиталось. А вот святой Григорий, он, значит, что мы знаем, конечно, о детстве не очень много сведений, но он очень много читал, и он получил очень высокое образование по тем временам и изучал словесность, изучал также юриспруденцию, был начитан в литературе, и это впоследствии ему очень пригодилось, потому что беседы его, проповеди, они были очень красноречивы и отличались таким ясным стилем изложения. Кроме того, он много, конечно, читал Священное Писание, вот философию внешнюю он, конечно, не очень так вот любил изучать, то есть, да, получил образование, но не стал слишком вдаваться в философские глубины, там, Цицерона и прочих античных римских философов, а изучал церковных отцов. А это кто? Это те, кто, значит, на Западе, они признаются как учителями церкви в западнохристианской мире. Это, конечно, блаженный Августин, блаженный Ироним, святой Амвросий Медиаланский, и святой Григорий Двоеслов, он тщательно изучал их творения, и он еще не знал, что впоследствии он сам будет сопричислен к этим вот трем знаменитым учителям западнохристианского мира и станет четвертым учителем церкви на Западе. И вот, представляете, святой Григорий Двоеслов, он первоначально, какая у него стезя была? Первоначально он идет по пути вот мирского служения, ну, видимо, может быть, и вот сам вот этот род очень высокий, да, род сенаторов, вот эти вот патриции, которые были, как бы побуждал проявить себя на этом поприще, и, видимо, отец тоже к этому склонял сына. И представьте себе, что он становится префектом города Рима. А префект это кто? Это буквально правитель, да, это так вот сложилось, что есть, конечно же, непосредственный правитель, это сам император, сам император, а в отсутствие императора делами города Рима занимается префект. А поскольку в VI веке получал, это уже, ну, эпоха, когда, значит, императора они переместились в Константинополь, ну, уже давно, в общем-то, иногда и на Западе появлялись как бы соправители тоже свои такие императоры, то получалось так, что город Рим, он находился в непосредственном управлении самого префекта, и префект распоряжался в том числе городскими когортами, это вот те легионеры, которые отвечали за порядок в городе, да, вот как бы полицейский такой надзор, и в случае чего могли вот применять такую физическую силу, то есть префект это очень был значимый человек, ну, фактически это первое лицо в городе Риме, хотя Рим уже уступил свое место Константинополю, но в то же время это город далеко не последний. Но сам Григорий, он, конечно, тяготился подобными должностями, и вот что мы знаем, то, что он стал префектом, когда ему 33 года, а вот прошло около двух лет, и умирает его отец, гордиан, и вот именно тогда святой Григорий отрешается от мира и посвящает себя монашеству. Причем тут вот интересные такие вещи, ведь он же состоятельный был человек, вот ему по наследству переходит очень много, а как он поступает? Он, во-первых, занимается делами благотворительницы, значит, создает страноприимные дома, создает больницы, потом у них, значит, в Сицилии было шесть имений, шесть поместьев в Сицилии, и в каждом из этих поместьев святой Григорий основал монастырь, то есть в одной только Сицилии шесть монастырей, обители, и после этого он в Риме, в своем собственном доме, это в центре Рима, основывает монастырь в честь святого апостола Андрея Первозванного. Причем апостол Андрей Первозванный, он ведь больше покровитель восточных церквей, восточно-христианских городов, однако для святого Григория двоислово именно апостол Андрей Первозванный тоже имел какое-то вот свое такое особое значение, ну вот я уже сказал, что святой Григорий, он был первый из монахов западных, призван на первосвятительский престол римской церкви, может быть вот тут какая-то связь, и святой Григорий, он вот буквально исполняет заповедь Господа, раздает все свое имение, то есть в начале вот эти дела благотворительности, больницы, страноприимные дома, монастыри, а потом все, что осталось, он тоже раздает нищим, неимущим, и сам становится в монастыре апостола Андрея Первозванного простым монахом, это 575 год, а кстати мама его, мама его Сильвия тоже посвятила себя монашеской жизни, и возле врат апостола Павла поселяется, ведет монашескую жизнь, и вот она питалась простой зеленью каждый день, и эту зелень тоже посылала на трапезу к сыну, который тоже этим питался, и в общем-то подвиги аскетические святого Григория, они были настолько строгие, его аскеза, вот это воздержание, что в каком-то смысле он даже немножко вот так подорвал свое здоровье, и потом впоследствии вот отличался вот немощью телесного естества, и вот мы сказали про его дела милосердия, и на самом деле святой Григорий, двое слов, он вот как на востоке святой Иоанн милостивый, так вот на западе святитель Григорий отличался он делами милосердия, постоянно старался кому-то вот подать из того, что уже жертвовалось в монастырь, и рассказывается такая история, как однажды в обитель к нему приходит некий вот бедный человек и говорит, что отче, я нищий кормчий, мой корабль погиб, и я погубил не только свое имущество, но и товары других людей, которые я вез, вот помоги мне, пожалуйста. И тогда святой Григорий призывает монаха, казначея, в распоряжении которого были имеющиеся средства, и просит, что вот дай ему шесть златниц, золотых монет. Он, значит, действительно выделяет ему, тот благодарит, уходит, но через несколько часов опять возвращается этот нищий кормчий и говорит, что вот отче Григорий, ты мне дал мало, а ведь я потерял очень много, дай мне еще, пожалуйста. И святой Григорий его не прогнал. Казалось бы, такая вот наглость, да, так он себя ведет дерзко, и опять призывает казначея, просит еще выдать ему шесть златниц. Он опять, значит, выдает, и тот уходит. На следующий день приходит этот же нищий кормчий и просит опять. Тогда святой Григорий вновь призывает казначея, просит выдать, а тот говорит, а у нас уже все, закончилось, закончили все эти златницы. И тогда говорит, может быть, еще что-то есть? А вот есть серебряное блюдо, на котором тебе вот мама твоя передала квашеное сочево. То есть, вот интересно, что вот мама, да, у нее еще было серебряное блюдо из того, что оставалось от их вот, видимо, богатых вот этих предметов быта, дорогих. И она вот прислала на серебряном блюде, и святой Григорий говорит, отдай ему вот это серебряное блюдо, чтобы он не ушел неутешенным. И тот кормчий принимает это блюдо, благодарит и уходит. И больше он не появляется. И прошло вот очень много-много лет, и святой Григорий двоислов, он уже стал предстоятелем римской церкви, и тоже вот он постоянно кормил неимущих. Конечно, когда уже он папа римский, то там было у римской церкви много поместьй, и много приходило пожертвований. И всегда эти пожертвования святой Григорий направлял на вот какие-то нужды милосердия. Он постоянно кормил голодных, и даже вписывал имена неимущих людей, вот нищих, нуждающихся, инвалидов и так далее. В особую книгу было записано вот сколько нуждающих людей, и всех их содержали. А иногда он прямо у себя дома принимал бедных людей и сам их кормил. И вот как-то своему служителю, это он уже был римским папой, говорит, собери двенадцать нищих, и вот мы их накормим. И тот собрал, а приходит святой Григорий, смотрит, а их не двенадцать, а тринадцать, и говорит, а ты почему столько пригласил? Да нет, вот двенадцать. И оказалось, что тринадцатого видит только сам святитель Григорий двоислов, и при этом смотрит на него, а у того лик как будто вот меняется, да, то есть, то есть, как, может быть, то ли как некое блистание, то ли там чего еще, но все время меняется лик вот этого тринадцатого. И тогда святой Григорий подошел к нему и, почувствовав некий такой священный страх, трепет и благоговение, говорит, скажи мне, пожалуйста, вот кто ты и как твое имя? А тот отвечает, зачем ты спрашиваешь меня, ибо имя мое чудно? Это, конечно, вот цитируется в Священной Писании, когда одному из библейских отцов являлся ангел Божий, и вот он так вот ответил. И тут стало понятно, что здесь тоже какой-то необычный такой странник, вот этот нищий, посетивший трапезу, и с ним разговаривал со святой Григорий, и тот отвечает, что помнишь, как ты принял нищего кормчего и оказал ему вот эти вот дела благотворения, настолько помог ему, так вот это был я. И тут открывается, что он ангел Господень, которого сам Господь направил к святому Григорию, и отвечает ему ангел, что в тот самый момент, когда ты оказал мне милосердие, Господь решил избрать тебя на кафедру римского святителя, то есть за счет дела вот этого милосердия, когда он не затворил сердце, наоборот открыл, за счет этого он привлек милость Божию, и Господь дал ему нечто новое, да, Господь призвал его на такое вот обширное церковное служение, и говорит еще мой ангел, что с того самого момента я всегда уже был неотступно рядом с тобой, и во всем тебе помогал. То есть вот оказывается, насколько важны вот эти дела милосердия, когда мы помогаем неимущим, то через это, может быть, мы в каком-то смысле оказываем проявление милосердия ангелам, ведь Господь нас испытывает в этих делах, и Господь всегда такого человека благословляет. Но сам-то святой Григорий, он как раз не помышлял ни о какой карьере, то есть когда он соприкоснулся с карьерой в миру, он понял, что это вообще не для него, и впоследствии он много раз писал о том, что очень трудно совместить внутреннюю жизнь и внешние труды, да, вот внешние труды требуют постоянного внимания каким-то организационным процессом, да, нужно, если ты начальник, взыскивать с подчиненных, нужно там постоянно вот что-то отслеживать, разбираться в каких-то тонкостях чисто вот внешнего порядка, и получается, что ты уже мало молишься, что тебе некогда углубиться внутрь своего собственного сердца, чтобы там вот предстать пред Господом, да, и у престола своего собственного сердца возносить молитвы Господу. И иногда святой Григорий, он даже так говорил, что когда вот я стал предстоятелем церкви и сравниваю, что я потерял и что я приобрел, то понимаю, что потерял я больше, но это он говорил так вот чисто по смирению, потому что он хотел быть вот простым монахом, и он жил простым монахом абсолютно невластолюбивый, некорыстолюбивый, отказавшись от всех вот благ мира в прямом смысле, и вот он проводил очень такую усиленную духовную жизнь этой молитвой, и к нему же собрались монахи туда, в монастырь, в обитель апостола Андрея Первозванного, и было очень много таких вот поучительных историй, которые впоследствии святой Григорий записал, и были в том числе такие даже немножко страшные случаи, ну, например, вот он рассказывает, как в монастырь однажды пришел вот юноша, поступил, да, и с ним тоже его младший брат, отрок Феодор, и получилось так, что старший-то брат вот этот юноша, он хотел принять монашество, а младшему отроку Феодору ему просто вот некуда было деваться, потому что, ну, видимо, там в миру обеспечения нет, и с родственниками как-то не очень, и он невольно пришел в монастырь, и он не хотел быть монахом, а получается так, что другие ему говорили о спасении, да, о том, что надо свои страсти преодолевать, а он очень нагло на это отвечал, смеялся открыто, да, кого-то даже вот проклинал, ну, бывают такие подростки, которые очень неумеренно себя ведут, да, и пробуждается вот это такое вот начало где-то страстное внутри естества человека, которое сокрыто там было, а подросток с ним не борется, допускает вот эти страсти и уже тем самым приближает себя, вот, ну, не к самому лучшему, и что же происходит дальше? А дальше там же ведь случали всякие моровые поветрия, часто наступала чума, и вот во время моровой язвы он заразился и лежал уже приближаясь к смертному часу, и вокруг него собралась братья вокруг этого несчастного отрока Феодора и стали молиться о нем, и говорят, что уже вот даже его конечности хладели, и только в груди еще его теплилась жизнь, и они, значит, молятся о нем, и вдруг он начинает говорить, что явился страшный дракон и пытается поглотить его, и говорит, что он уже проглотил мою голову, и мне плохо от того, что вы молитесь и препятствуете дракону полностью меня поглотить, но раз я уже отдан этому дракону на пожрание, то оставьте меня, перестаньте о мне молиться, представляете, насколько такая брань столкновения чистых и темных сил, и когда действительно дракон пытается поглотить вот этого отрока, а монахи молятся вокруг, обступив этого подростка, они не хотят, а самому подростку плохо, а почему плохо? Потому что его душа, она не воспринимала чистых молитв, и больше он склонялся именно действительно к этому дракону, и тот его поглощает, ему плохо, но монахи не хотят, не хотят, чтобы душа его попала в ад, и они продолжают молиться, и дракон, значит, его пытается пожрать, и отрока кричит, и монахи ему говорят, осени себя крестным знаменем, и отрока отвечает, не могу, потому что дракон препятствует мне, и тогда они еще больше стали молиться, с коленопреклонением, с такими земными поклонами, молиться Господу, и вдруг неожиданно отрока говорит, что ради ваших молитв дракон отступил от меня, и я хочу теперь посвятить себя чистой жизни, и даже вот стать монахом, и тут же он исцелился, тут же происходит исцеление, этот случай, который был именно в монастыре самого святого Григория Двоеслова, и он об этом рассказал, и вот этот отрок Федор действительно стал вести уже чистую жизнь, приняв монашество, и затем уже в мире отошел ко Господу. А был еще один случай, но уже, к сожалению, совершенно другого характера, с другим исходом, вот некий очень богатый человек, Хрисаорий, так его звали, и пишет святой Григорий, что насколько он обладал имуществом, настолько же он был наполнен и пороками, то есть был богат и, значит, материальными благами, но был богат и пороками, и предавался плотуугодию, там, и тщеславию, гордыне, к сожалению, часто люди состоятельные легче предаются вот таким порокам, хотя, впрочем, и бедность сама по себе тоже не является добродетелью, да, ну, в общем, искушаемые мы людик, к великому сожалению, и не все хотят бороться с этими искушениями. И вот этот несчастный Хрисаорий тоже стал умирать, а у него сын был монахом, вот почему святой Григорий описывает, что сын этого Хрисаория был монахом по имени Максим, и когда вот тоже вот страдает перед смертью Хрисаорий, то вдруг начинает кричать, Максим, Максим, беги скорее ко мне, помоги мне, ведь я всегда к тебе с такой добротой относился, помоги мне. И действительно, пришел сын его монах Максим, и родственники собрались. А из обрывков речей умирающего, они поняли, что его обступили некие вот черные такие страшные сущности, которые его пугают, устрашают перед смертью, и он в одну сторону обернется, да, и они там его пугают, он от них отворачивается в другую сторону, и там эти вот клыкастые пасти готовы его поглотить, и он мучает, страдает, и вдруг произносит отсрочку хоть до утра, отсрочку хотя бы до утра, и с этими словами дух его покидает, его страдавшую плоть. И святой Григорий двое слов говорит, что, конечно, вот эти вот случаи, эти чудеса, они даются иногда вот даже не сами, не ради самих вот этих людей, а ради тех, кто находится рядом. То есть, если в первом случае с отроком Федором, видимо, Господь прозревал, что он еще способен исправиться, хотя тот вроде несерьезно относился к духовной жизни, и по молитвам предстоявшей братья Господь помиловал отрок, и он действительно исправился, то во втором случае вот эти устрашающие видения, они открыты ради нас, ради вразумления еще живущих, потому что, к великому сожалению, душе второго почившего помочь уже не удалось. И это значит, что вот в духовной жизни все очень серьезно, даже не только, а вообще в жизни, в принципе, все очень серьезно. Вот какие-то наши ошибки, да, при грешении, там, плотские грехи, это все накладывает очень такие жесткие какие-то вот такие оковы на нашу душу, которые будут мешать нам при нашем исходе из тела, и поэтому вовремя надо каяться, вовремя расставаться с грузом грехов, вовремя обращаться к Богу, ибо только в Боге и есть подлинная свобода. Когда святому Григорию Двоеслову исполняется, ну, примерно 38 лет, то вот наконец-то его извлекают из монашеской жизни, обращает на него внимание римский предстоятель, ну, не то что обращает, он, конечно, был известен, но не хотел Григорию никаких должностей, никаких санов, званий, и все-таки предстоятель его извлекает из монастыря, рукополагает его водяконы, а после этого уже это римский папа Пелагий II, он направляет святого Григория в Константинополь, как своего представителя, вот была такая должность, апокрисиарий, апокрисиарий, то есть представитель римского папы в Константинополе, для того, чтобы вести какие-то диалоги, обсуждения, да, много было, к сожалению, конфликтных ситуаций, вот надо было это как-то улаживать, и в том числе, кстати, в том числе, вот тут как раз, значит, уже проявляются вот такие, ну, не то что полномочия, а вынужден, вынужден святой Григорий этим заниматься, его направляли в том числе для того, чтобы он упросил императора направить в Италию военную помощь против лангобардов, потому что лангобарды уже вели свои завоевания, мы еще скажем об этом чуть подробнее, и нужна была помощь, а император занят было воинами с перцами, и не мог послать войска, и просьбы святого Григория не увенчались успехами, но вот сколько он там провел лет, около восьми лет, он в том числе учился вот этого дипломатию, он установил необходимые связи с разными людьми в Константинополе, и с кем-то вот, даже там и святители, у него завязалась дружба, а с кем-то приходилось спорить, вот в частности, был у него спор, правда, тот тоже прославлен в лике святых, святитель Евтихий Константинопольский, который утверждал, что после воскресения святых, вот когда будет всеобщее воскресение, то там уже как бы совершенно иная плоть у воскресших, которая будет совершенно неосязаемая плоть, да, и там легче воздуха, там тоньше воздушных вот этих стихий, и святой Григорий двоислов, он полемизировал, говорил, что плоть будет совершенно та же, но такая вот, какой сотворил ее Господь при начале вот творения, да, как Адам и Ева были сотворены, но только без вот этой грубой плотяности и без порочности, которой вторглось человеческое естество. Мы не будем полностью там вот подробности этого спора приводить, но как бы там ни было, вот святитель Евтихий, он в конечном итоге признал правоту святителя Григория двоислово, и это значит, что святой Григорий, он был еще и выдающимся богословом того времени. И вот в 586 году римский папа отзывает его обратно, и святой Григорий поначалу поселяется вновь в своем монастыре, предается таким монашеским аскетическим подвигам, и думать, что так и будет проходить все это время, но настает 590 год, это год особых испытаний, со всех сторон вот поджимают лангобарды, захватывают, а очень жестоко относились они к местным жителям, да, при этом начинается эпидемия чумы, и во время этой эпидемии умирает римский папа Пелагий II, еще наводнение вдруг происходит, и простые люди страдают, и люди смотрят, что вот конец века, да, конец шестого столетия, столько бед, значит, там эпидемии, войны, там моровые вот эти поветрия, не пойми, чего происходит, и думают, что все, конец света, наверное, уже кончина мира, и как тут быть? И вот когда умер папа Пелагий II, да, то решают избрать единогласно, причем единодушно избрать именно святого Григория Двоеслова, римским предстоятелем, а почему так? Потому что он был благочестив, и при этом он очень интеллектуально образован, да, и при этом он знает, конечно, представителей светской власти, и сам он был когда-то вот префектом города Рима, то есть он прекрасно владеет всеми делами, имеет вот осведомленность во всех сферах жизни, и вот хотят избрать его, а он не хочет, и он бежит, он скрывается, то есть мало того там всякие эти беды, еще избрали святого кандидата, и тот убежал, да, но тогда стали люди молиться, и согласно преданию вдруг увидели, как огненный стол под земли до неба простирается вот в одном месте, и поспешили туда, и там нашли святого Григория Двоеслова, и говорят, что нет, вот все, пойдем, все-таки будешь римским папой, очень необычно некоторые римские папы становятся предстоятелями церкви, и, ну, он, ладно, раз уж это сопротивляться невозможно, но он думал, что может быть еще император Маврики не утвердит, а прошло вот несколько месяцев, и император Маврики, который в Константинополе, он все-таки утвердил, утвердил, утвердил святого Григория в статусе, и вот в сане римского предстоятеля, и когда вот эти вот эпидемии страшны, то святой Григорий, он как решил поступить, он полагал, что, видимо, это все попущено из-за грехов народа, а раз из-за грехов надо каяться, и надо усиленно молиться, и поэтому святой Григорий организовал такие вот масштабные крестные ходы, процессии, которые с разных храмов направлялись вот вместе, объединяясь единые шествия, и пели молитвы, гимны, псалмы, молились, и вот когда шли мимо замка, где гробница императора Адриана, то вдруг святой Григорий двоислов увидел в небе архангела Гавриила, который держал в руке пламенный меч, и он пламенный меч вкладывает в ножны, то есть вот так Господь показал, что гнев Божий прекращается, и что наказание уже будет снято с города Рима, и святой Григорий об этом рассказал другим, и в общем, действительно, вскоре все эти вот беды прекратились, а это место, оно теперь почитается как замок святого ангела, и так святой Григорий становится римским папой, но вообще вот этого титула, его самого по себе не надо бояться, папа, да, ну это буквально вот отец, батюшка, и это было еще в древней церкви, так вообще обращали к священнослужителям, отсюда, там по-латински, кстати, поуп, и отсюда поп по-русски обращение к священнику, и тоже не было в этом уничижительно, только со временем как-то стало меняться отношение, а что получается, что ведь даже сейчас среди восточных предстоятелей Александрийский патриарх, он как именуется? Папа Александрийский, то есть у нас тоже есть папа, причем Александрийский патриарх, он еще себя именует Судья Вселенной, то есть вообще в титулы включаются самые невероятные такие наименования, и это были определенные такие титулы, но, собственно, римского примата в пятом веке, в пятом-шестом веках еще как такового не было, ну приматы в каком смысле? Не в смысле тех вот приматов, которые скачут по деревьям, хвостатые приматы, да, забавляют людей, а в смысле примата как первоверховенство предстоятеля римской церкви, что вот только он самый первый, самый главный, наместник Христа, да, там, векарий Христа, наместник князя апостолов и так далее, и в то время, конечно же, святитель Григорий Двоеслов на все это не претендовал, хотя он порицал Константинопольского патриарха, святого Иоанна Постника, кстати, там все святые, да, но не всегда ладили друг с другом, а за что порицал? За то, что тот в свой титул включил наименование Вселенский, Вселенский патриарх стал именоваться Константинопольский, но до него, до Иоанна Постника уже было это, у патриарха Константинопольского мины, а до этого у святителя, римского святитель Папа Лев так именовал себя Вселенским предстоятелем, и есть такое вот предание, что святой Григорий Двоеслов, он в противовес вот этому наименованию такому, ну, как бы величественного вселенского предстоятеля Константинопольского патриарха, святой Григорий стал себе именовать раб рабов божиих, и это, кстати, вошло впоследствии в титул римских предстоятелей, раб рабов божиих, то есть человек, посвятивший себя служению тем, которые посвятили себя служению Господу Всецилы, и действительно, вот святитель Григорий Двоеслов, он, ну, был совершенно вот необычный римский папа, может быть, даже за всю историю, да, он поселился, конечно, в Латеранском дворце, где, значит, ну, пребывали, положено было пребывать римским папам, но он стал устраивать его как монастырь, где-то именно монахи, устраняются мирские лица, и богослужения, вот молитвенные настроения, дела милосердия, вот кормит страждущих, нищих, сам лично угощает их за трапезами, и, кроме того, святой Григорий посвящает себя вот решению тех проблем, просто страшных, жутких проблем, которые обвалились на Рим и на Италию. А что это за проблема? Это нашествие лангобардов. Лангобарды, древнегерманское племя, которое во время великого переселения народов искало, где вот получше закрепиться, и вот они достигли территории, ну, Апенинский полуостров, территории Италии, и если бы мы посмотрели на карту, то мы увидели бы, что в VI веке, это вторая половина уже, под конец VI века, лангобарды, они буквально вот захватили основные части Италии, а от Римской империи там просто какие-то островки, небольшие островки, где вот представители еще империи существуют и держатся. А за счет чего это было? За счет того, что в середине VI века там ведь были войны с Готами, Юссинян Великий 20 лет вел войны с Готами, удалось, удалось изгнать Готов, но выстроить и наладить административную систему на территории Италии не удалось. А император сейчас, значит, при святом Григории, двоисловие, император Маврикий, он занят, то там персы, значит, то тут, значит, славяне стали нападать, мы тоже приложили руки, да, и получается, что империя ослаблена, а на территории Италии был равенский экзархат, где представитель римского императора Роман, который старался вот воевать, да, и вот его поддерживал император Маврикий. А святой Григорий двоислов, он оказался в какой ситуации? Вот он епископ, он не мирское лицо, он не мирской начальник, но оказалось, что Рим защищать больше просто некому, вот нет способных людей, которые могли бы возглавить оборону города. И святой Григорий двоислов на время своего епископства вынужден становится еще действительно и таким вот мирским начальствующим лицом и даже организовывает оборону Рима. Несколько раз, там пару раз подходили лангобарды, и город в осаде находился, и святой Григорий, он кормит ополчение, да, он из церковных средств выделяет содержание для римской армии, он изыскивает продовольствие для людей, чтобы не голодали, и все средства вот он обращает на защиту Рима. И даже бывало так, что, да, именно святой Григорий двоислов назначал полководцев и даже давал им иногда рекомендации, говорит, что вот тут вот лучше зайти ударить в тыл по лангобардам. То есть, ну получилось так, что как бы представителя римского императора там не было, который был бы способен руководить, поэтому мирскими делами в это время вынужден был заниматься святой Григорий двоислов. А там еще как получилось, что вот умер, значит, король лангобардов, у него была молодая жена Теоделинда, ну и ей как предложили, что вот кого она изберет в мужья, тот и станет королем лангобардов. И эта молодая вдова Теоделинда избирает Агилульфа, который становится королем лангобардов, а Теоделинда, она была православной христианкой, и она своего мужа потихонечку склоняет тоже к православию. Ну, лангобарды, они частью там были язычники, а частью ариане, то есть вроде бы христиане, но еретики. И в конечном итоге за счет вот Теоделинды король лангобардов, он становится тоже православным, ну и, соответственно, уже совсем другие отношения с христианами, они еще были православные христиане в Риме. И вот святитель Григорий двоислов, он какой избирает политику? Не столько военного противостояния, сколько дипломатии. И он вел очень много переговоров с предводителями лангобардов и с королем, и с военачальниками. И если император Маврики, который сидел далеко в Константинополь, он хотел, чтобы постоянно вот воевали, воевали с лангобардами, но не поддерживал толком сам город Рим, то святитель Григорий понимал, что войны это тупиковый путь, и нужно договариваться. И благодаря именно святителю Григорию двоислово удалось несколько раз заключить важные перемирия, и город Рим был спасен. А в ответ на это император Маврики в особом послании назвал святителя Григория изменником и глупцом. А святитель Григорий ему пишет, что ведь вы же не присутствуете в городе Риме и не оказываете никакой должной поддержки людям, которые здесь находятся. И только вот за счет святителя Григория двоислово, за счет его мудрой политики удалось отстоять город Рим и спасти жизни многих тысяч людей. И вот, братья и сестры, когда мы поминаем на преждесвященной литургии, литургии преждесвященных даров имя святителя Григория двоислово, то стоит всегда вспоминать, насколько великий масштабный человек перед нами, который всего себя отдал служению церкви, да, и спасал тех, кто находился рядом, причем в таких вот вроде бы внешних бедах, бедствиях, умиротворял враждующих, пытался договариваться с теми, кто воевал против Рима. И, кроме того, ведь святитель Григорий при этом оставался подлинным пастырем, хотя он занимался мирскими делами, но он оставался подлинным пастырем, совершал свое служение, объединял церковь, потому что разрозненные были епархии, кто во что гораст, а святитель Григорий старался вот их всех объединять в единую такую церковную структуру. И, кроме того, он отличался, по-прежнему отличался удивительным смирением и кротостью. Вот сохранился такое повествование Ава Иоанна Персидского, который однажды пришел в Рим, чтобы поклониться гробницам святых первоверховных апостолов Петра и Павла. И он увидел, что вот идет процессии, сам святитель Григорий двоислов, да, ему предшествуют священнослужители. И Ава Иоанн Персидский решил поклониться святому Григорию, а те, которые вот шли, ему говорят, только не кланяйся, только не кланяйся. А он не понимает, почему. И, в общем, когда приблизился святой Григорий, он решил все-таки поклониться. И как только святитель Григорий увидел, что тот собирает кланяться, тут же сам прежде него сделал земной поклон, буквально до земли поклонился ему, поднялся после этого, обнял его, поцеловал и предложил ему богатую такую вот милостыню из пожертвований тоже церковных, да. И это произвело на Ава Иоанна просто вот потрясающее впечатление, что он вот так вот просто обходится с людьми и тут же чем-то помогает, чем-то материальным поддерживает. А еще вот сохранился такой случай из священнослужения уже святого Григория Двоеслова, когда он совершал богослужение. Вот одна женщина, видимо, знатная женщина, она сама приготовила просфоры для богослужения, испекла просфоры, принесла их в храм, и потом вот совершилась литургия, и уже вот святитель Григорий начал причащать святым телом и кровью Христовой. И когда он произносил, а вот эта женщина подходит к причащению, и когда святой Григорий произносил, преподается животворящее тело Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, то эта женщина, она засмеялась, а святитель Григорий спрашивает, а ты чего смеешься? И она говорит, так ведь я же сама испекла из муки вот эти хлебы, и как же ты говоришь, что это вот тело Христово? И тогда святитель Григорий двое слов, он помолился, и вдруг открылись глаза у этой женщины, ну и другие тоже увидели, что это уже не хлеб, а действительно тело, причем предстало только в таком образе, ну как действительно вот окровавленное мясо, и все, конечно, ужаснулись, это очень редкие такие случаи, но иногда для вразумления человеческого они подавались. И женщина, конечно, уже перестала смеяться, она раскаялась в своем безрассудстве, и святитель Григорий помолился вновь, и святые дары приняли прежний вид, то есть хлеб и вино это только вид тела и крови Христовой, хотя, братья и сестры, вот я уточню, не надо думать, что преподается нам именно сырое мясо, потому что мясо это вот нечто уже умершленное, убитое, да, то, что не имеет в себе в жизни, а мы причащаемся, когда в святые тайны принимаем, мы причащаемся живому Христу, воскрешему Христу, да, он пострадал, он пролил свою кровь, но он именно воскреший, победивший смерть, и в каждой частице причасти пребывает весь Христос, не раздельный, да, не просто вот как кусочек мяса, а именно весь Христос, он и Бог, он и человек, и человек пострадавший и воскреший, это тайна, которая не может быть постигнута нашим слабым рассудком, но ее надо принять именно как тайна, ибо литургия и Евхаристия это есть таинство. Конечно, братья и сестры, вот если говорить про литургию прежде священных даров, который у нас носит имя святителя Григория Двоеслова, то ученые скажут, что в принципе она уже существовала на Востоке, еще до святителя Григория Богослова уже служились эти литургии, великим постом, да, на буднях не совершается нашего торжественной литургии, как суббота, воскресенье, потому что это дни постные, а причащаться Господу все-таки надо среди недели, и поэтому такую литургию прежде священных даров. И это было уже до святителя Григория Двоеслова, но видимо, вот как пишет святитель Дмитрий Ростовский, святой Григорий Двоеслов, он старался вот этот восточный чин такой литургии прежде священной утвердить в западной церкви, потому что он сам ведь жил когда-то в Константинополе, многое там видел, и старался вот некоторые из обычаев утвердить в своей римской церкви, поэтому он, имя его тоже поминается на литургии прежде священных даров. Еще что надо сказать, что с ним связан так называемый грегорианский хорал, да, то есть особое пение церковное западнохристианское. Святитель Григорий старался вот унифицировать, упорядочить это пение, и вот определенные такие мелодии, мелодии введены были в церковный обиход. И, конечно, для нас вот еще важно, что святитель Григорий Двоеслов, он написал много сочинений, и те, кто могут, вот постарайтесь все-таки почитать его сочинение под названием «Собеседование о жизни итальянских отцов». Это вот знаменитая идеология, где святой Григорий приводит много примеров вот поучительных, да, о жизни святых, да, или какие-то вразумительные уроки, вот мы про них уже упомянули, и все это тоже питает душу. Он отошел ко Господу в 604 году по Рождестве Христовом, и, конечно, святитель Григорий Двоеслов – это вот такой светильник веры, это светило, которое взошло на Западе, просветив западнохристианский мир, и для людей он тоже явил такую христианскую отраду, утешение. Его достаточно быстро назвали Григорием Великим, то есть мы говорим Григорий Двоеслов, а еще такое наименование – Григорий Великий, Григорий Первый Великий Двоеслов, вот так можно его называть. Такого святого отца, святого угодника мы чтим и прославляем сегодня, да, и молитва ему пусть возносится не только в храмах, а во время литургии прежде священных даров, но пусть и наши личные молитвы тоже возносятся к святителю, потому что он с небес видит и знает наши бедствия, наши горести. Когда какие-то напасти или войны, да, или эпидемии, то мы должны непременно молиться святителю Григорию Двоеслова, потому что он все это при жизни еще вот прошел и вымаливал свой народ, он вымаливал от Господа поддержку, он защищал народ во время войн, и, соответственно, и нас тоже может поддерживать, нам тоже может помогать, так что, братья и сестры, обязательно будем ему молиться и помнить о нем. Святителю Отче Григория Двоеслове, Моли Бога о нас, о Нинь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.